Расцветали яблони и груши, поплыли туман над рекой. Выходила нами, Катюша, на высокий мир, на грубой. Первый раз песню Катюши воспитанница детской школы искусств Настя Бичурина исполнила на творческом вечере в библиотеке имени Пушкина в январе. Концерт должен был открыть серию мероприятий к 75-летию Победы, но коронавирус внес свои коррективы и будущие выступления отменили. Чтобы скрасить время в самоизоляции, Настя и ее преподаватель Андрей Каплин решили принять участие в дистанционном конкурсе ко дню пограничника. Отправили в оргкомитет запись концерта. В результате Андрей Владимирович занял третье место. Мы-то не готовили конкретно пограничные тематики, а выступали в обычных костюмах. К пограничным не готовились выступления, а там учитывался даже внешний вид, форма. В конкурсе могли принять участие только ветераны пограничной службы и члены их семей. Андрей Каплин служил в погранвойсках, а Настя и его ученица – внучка другого ветерана Александра Ржова. Сам Александр Иванович был организатором того концерта в Пушкинке. Как представитель Саровского отделения ветеранов пограничной службы активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, в том числе привлекая их к исполнению военных песен на дне пограничника. В парке имени Зернова проводили концерты силами ветеранов погранвойск и приходили желающие выступить. В том числе много выступало ребятишек с разных творческих коллективов. Такое мероприятие мы по линии ветеранов погранвойск проводим. По крайней мере, кроме пограничников, еще никто такие мероприятия не проводит. Сейчас Александр Ржов готовит концерт, посвященный выходу в свет сборника его стихов. Песни исполнит в том числе внучка Настя и давний знакомый Андрей Каплин. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.